Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и сегодня в программе «Жажда жизни. Опыт» и еще одна необычная, глубокая по своей сути, история патронажной сестры группы «Милосердие. Преображение» Натальи Власик. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наташа, расскажите, кто ваши подопечные? Это отказные дети, брошенные, брошенные отказные дети, находящиеся в Седьмой Тушинской больнице, а также дети из второго дома ребенка, такие же брошенные, одинокие старики, пожилые люди из дома ветеранов. Все. То есть и дети, и старики. На сайте группы «Милосердие. Преображение» я прочитала один сюжет. «Я эгоист, никогда не умел поддерживать людей, утешать, даже в лучшие моменты своей жизни. А сейчас, раздавленной своей потерей, что я могу дать этим детям? Но я понимал, что именно это мне и нужно. Мне позарез нужна возможность поддерживать, дарить тепло тем, кому еще хуже, чем мне. Я думал, что у меня очень долго будет получаться это, но я твердо решил, что отступать мне некогда. Буду ходить к этим детям раз в неделю, несмотря ни на что. Буду стараться, пока у меня не получится. Иначе зачем я живу? В этом отделении не обычные палаты, а стеклянные боксы. Идешь по коридору и видишь, словно фильм, вереницу трагедий. Ведь больная душа страшнее, чем больное тело. Ненужные дети со взрослыми глазами. Часто стриженные наголо. Из-за вшей. Чем старше, тем недоверчивее, хитрее, развращеннее. За свою короткую жизнь многие из них вытерпели гораздо больше зла, чем я за свою длинную. И они понимают это. Понимают, что по-своему они старше, старее, опытнее, чем те, кто их здесь пытается лечить и воспитывать. Но у них совсем мало опыта чужой доброты. Это так? Да. Это в каждом боксе? В каждых глазах? Каждый ребенок такой? Когда заходишь в бокс и видишь брошенного ребенка, который вот его сейчас привезли, например, и этот раздирающий крик. Сердце рвется. Это боль, которая переполняет тебя настолько, что когда ты выходишь из больницы, то ты о своих проблемах, о своей боли не помнишь, не думаешь и не вспоминаешь. Поэтому, конечно... Наташа, а в сестричестве только женщины? Мужчины есть? Есть мужчины, но они больше ухаживают за пожилыми людьми в силу того, что требуется физическая помощь. То есть это пересадка на коляске, это прогулки, это поднимание по лестнице и с кровати, на кровати, так и так далее. А также разрешают в доме ребенка посещением молодыми людьми или мужчинами и гулять с детьми в больнице. Там все-таки режим. А сколько вообще таких сестер? Патронажная служба насчитывает сколько людей? Около 150. То есть это количество меняется. Это все, кто работает в седьмой детской больнице в Тушине, во втором доме ребенка и в доме ветеранов? Да. Порядка 150 человек. Как вы считаете, это много? Нет. Это не хватает? Это катастрофически мало. Если учесть, что у нас больница и на трех этажах есть отказные дети, брошенные дети. Это разные дети, это здоровые, это младенцы, это подростки, это больные дети, это дети с ДЦП, это с органическими повреждениями, которые лежачие им. Они прикованы к кровати по 15-16 лет, а выглядит ребенок как будто ему 3-4-5 года. То есть они настолько не развиваются, поскольку они лежат, что они выглядят не насколько. Нет, не потому что они лежат, а потому что у них определенное заболевание, поэтому они не развиваются. Они прикованы к постели, они лежачие, за ними требуется уход, у них образовываются пролежни и так далее, и так далее. Медперсонал физически не может охватить, они хорошо, если раздать таблетки, уколы, делать какие-то процедуры. А уж какой там прийти к ребенку и просто поиграть с ним, когда ты заходишь в каждый бокс, и вот ты переходишь из бокса в бокс, и он видит, что ты пошел в другой бокс ребенка, и он уже туда мечется, и тебе руками машет, и зовет тебя, и хлопает ладошками по стеклу, и тебя все зовут, и ты не знаешь, как разорваться. А сестер в смену, ну, 5, может быть. На все отделение? На 3 этажа, ну, да, вот бывает, да, так же, например, 5. Кто-то заболел, кто летний период отпуска, не хватает людей. И ты понимаешь, что вот там определенное время, до 8 часов, в больнице режим надо покинуть, невозможно уйти, потому что он еще не спит, он кричит и плачет. Как ты уйдешь? Ну, ребенок плачет, разовет тебя, потому что его однажды бросили, его однажды предали, этого ребенка. И ты, когда уходишь вот так вот, вот уходя, ощущение, что ты опять вот как будто вот он смотрит на тебя, и ты меня бросаешь, и ты меня предаешь, это больно, тяжело уйти. Каждый раз, когда уходишь, всегда тяжело уйти. Вы ходите только по выходным или в будние дни тоже? Да, только по выходным. Из-за всего того, что есть определенная занятость, работа. А вообще сестричество как работает? Сестричество работает. Ну вот патронажные сестры, они каждый день приходят в больницу или только по выходным? Да. Или разделяются на тех, кто может только в выходные, кто работает, тех, кто посвободнее или какая-то другая работа приходит? Да, люди разные приходят, у кого-то есть плавающий график, и они могут между собой как-то меняться. Соответственно, но работа организована таким образом, чтобы не прерывалась работа с 9 до 8, каждый день с понедельника по воскресенье обязательно должна быть патронажная сестра и ухаживать. Поэтому, когда приходят люди, мы всегда просим выберите определенный какой-то конкретный день, чтобы за вами закрепить, и мы уже на вас рассчитывали, на ваши руки. А какой-то навык должен быть у человека, который приходит в такую работу? Я думаю, что мы не предъявляем такого требования, навык. Если у тебя есть желание, любовь к этим, сострадание к детям, к пожилым людям, это более чем навык. А если это тяжелые и больные? Все тяжелые и больные. У нас есть, организовываются курсы патронажные, на которых можно пройти. Но новоначально, которые приходят только в сестричество, мы, конечно, не ставим к тяжелым больным, либо не оставляем их, а берем с собой, кто-то по опыту не прошел курс, знает, как сделать перевязку или просто ухаживать за больным. Ну вот как обращаться с теми же пролежьями, с банальной историей, да? Что делать, что можно, что нельзя делать, чтобы не ухудшить ситуацию. Это важно. Важно. Поэтому... А что еще важно? Важно, как я уже говорила, желание. Потому что бывают люди приходят, вот увидели рекламный ролик, что-то вот, или какая-то трагедия. Разжалобились, да? Да, в какой-то момент. Походили, устали, ой, а у меня, а у меня, а у меня. Нет, должно быть желание к постоянству. Вот я решил, и я буду это делать. Хотя я в свое время, когда пошла первый раз в больницу, у меня не с такими мыслями я шла, вот честно скажу. Ну мы про вас говорим поподробнее чуть попозже. Я хочу понять все-таки, что необходимо человеку, чтобы заниматься вот таким видом деятельности. Потому что все мы, по сути, свои эгоисты. Каждый человек родился, вышел в этот свет один, один уходит. Но тем не менее, проживая эту жизнь, мы меняемся, мы боремся с этим эгоизмом или упиваемся им. Но мы живем каждый своим каким-то сценарием. И вот мне важно понять, что нужно для того, чтобы стать таким человеком, как вы, например. Что нужно? Теплота, терпение, доброта, чувственность, сердоболие, любовь. И что необходимо для того, чтобы каждый, там даже воскресенье, один день в неделю, на какие-то три или шесть или сколько-то часов отрекаться от своей персоны, от своей деятельности, даже от своей семьи. И ходить туда, где есть одинокие, где есть нуждающиеся, и отдавать им доброту, понимание, чувственность, любовь и все вот эти чувства, которыми не так просто делиться с людьми. Знаете, все то, что вы перечислили, это бесспорно важно иметь. Но не каждый, кто приходит, он имеет эти чувства. Когда ты приходишь в больницу, вот эти дети дают гораздо больше. Потому что по опыту много, многие приходили из-за того, что их бросил муж, кто-то умер, какие-то потери, какие-то личные трагедии. И вот преодолевая вот эти трагедии, они приходят в больницу и там уже приобретают все то, что вы сказали. А что они приобретают? Вот все вот эти навыки, они приобретают? Да, да. А вы думаете, я пришла в больницу, я любила безумно детей, побежала туда, потому что я жить не могла без детей в 25 лет. Да нет? Это вот потом пришло, это они тебе дали. Они меня научили любить их. Они меняют? Меняют. Они раскрывают? Раскрывают. Очень много, да. А что вы им отдаете? Вот каждый ваш день, проведенный там, сколько, чего, как, что вы им отдаете? Может быть, это будет банально сказано, но свое присутствие даже, просто присутствие человека, что он не один мечется в кровати, кричит, что у него там пить хочет, есть хочет, выйти хочет, походить просто ножками, да, по боксу. Это присутствие, помощь первая. Я не говорю о высоких фразах любви, там, нежности и так далее. Нет, они это не могут сразу оценить и понять. Потом, это потом все происходит. Это вот потом, когда ты общаешься с ребенком, когда ты берешь его на руки, когда ты пытаешься его уложить спать, когда ты с ним играешь, когда ты его учишь делать первые шажки не мамы, а ты замещаешь вот все это. А что-то мешает? Вообще вот в этом процессе есть что-то, что мешает? Может быть, больничные стены, болезни, их тяжелая история. Что-то мешает чувствовать им эту доброту, это тепло? Ну, белые халаты, конечно, то есть это уже, да, то есть я ничего не хочу сказать плохого. Это некий барьер, да? Да, ничего не хочу сказать плохого, но всегда белые халаты, это вот какой-то страх, потому что они из того, что было, они попали в ту ситуацию, где они получили стресс, боль, горе, слезы. И они не понимают, почему от мамы, пьющей мамы забрали. Для него мама есть мама, пьет она, не пьет, это не имеет значения. Вот очень к месту я хочу зачитать еще одну историю, историю сестер Патронажа, как раз из вашей организации. Еще один сюжет. Никому не нужный. Аж мурашки побежали по коже от такого ответа. А до этого она, полная горечи, девчушка, рассказала, что очень скучает по маме, что на днях к ним домой приехали дяди и тети, одетые в милицейскую форму. Взрослые объяснили ей, уводя из дома, что покажут ей Москву, покатают на машине, а привезли в больницу, чтобы потом отправить в детский дом. И что мама у нее самая лучшая, хотя и пьет, и как она ее любит и хочет обнять и увидеться с ней. Таких историй много в вашей жизни? Очень. Очень много детей, которые попадают в детскую больницу с такой историей. Большая часть. А как вы считаете, в нашей жизни вообще вокруг нас много одиноких? Им чем-то можно помочь? Не только детей в больнице, не только одиноких стариков, вообще одиноких людей много? Да. А что, может быть, можно сделать нам, как-то заглянув в себя или осмотревшись вокруг, чтобы изменить эту ситуацию? Можно сказать, что будьте внимательны друг к другу, обращайте внимание, будьте... Добры. Да, будьте добрее. Заботливы. Но все это в пустоту? Все в пустоту. Люди черствуют, да? Пока не пройдешь, пока не увидишь... Через себя. Не переживешь, пока в тебе что-то не изменится, что это не просто, вот ты прочитал правило номер один, пункт, и это надо сделать. Будь хорошим, да? Да, не получится. Ты сегодня сделаешь, а завтра ты забудешь. И человек, по отношению к которому ты это сделал, он это почувствует, что ты... Сделал на один раз? Да. А важно быть постоянно таким? Конечно. Сложно ли это? Трудно ли быть таким? Трудно. Что нужно? Какие-то неведомые силы из себя вынимать нужно или просто постараться, что ли? Нет, просто, просто, просто. Не просто. Просто этому надо учиться. Учить, учиться. А научить нас может жизнь и та боль, которая нас окружает. Вот что может нас научить. Если мы сможем это увидеть, что вот кто-то вот идет рядом, и ему плохо, он страдает. То есть нужно открыть глаза. Да. Мы продолжим наш разговор через минуту. И снова добрый вечер. В студии Екатерина Романова и моя гостья, волонтер Наташа Власик. Мы говорим про одиноких детей и стариков, которым помогает Наташа. И такие же, как она, сестры милосердия. Все, кто помогает одиноким детям и старикам в группе милосердия преображения, верующие православные. И вероисповедание в данном случае это обязательное условие? Нет. А что нужно для того, чтобы, ну, к этому быть готовым, что ли? Не знаю, общение с Богом. Как это происходит? Все равно же обращаемся. Мы в повседневной-то жизни обращаемся. То, Господи, помоги, то, Господи, прости, то в какой-то ситуации молитву почитаешь, даже если те, кто не верят, говорят своими словами. Или как-то все равно в какие-то моменты обращаешься к Богу. Мне кажется, что делать милосердие однозначно не стоит первым вопросом, и далеко не вторым, и не третьим. Твоя вероисповедание и вообще твои отношения. То есть это не причина следственной связи? Нужно помыть, нужно переодеть, нужно переложить, нужно поиграть, почитать книжку, погулять, что-то сделать, на что не хватает времени медицинского персонала. Я знаю, что у вас есть уникальная история. Все-таки мне хочется понять, какое электричество у вас там возникает, потому что оно однозначно возникает. Вот эта история стук в окно. Расскажите ее, пожалуйста. Однажды я иду по коридору, и вечером уходя домой обычно мы заходим, расстаем там лесок и какие-то гостиницы детям. И я захожу в бокс, там был мальчик, не помню, лет 8 ему было. И обычно заходят, все радуются, нас по-разному называют, иногда монашками, иногда сестрами в больнице. И открывая дверь, в меня летит кружка с чаем, нецензурными словами, матом практически, там, пошли вон отсюда, вы тут такие все-сяки, никому не верю, вы все врете. Вот меня сюда привезли, у меня хорошая мама, я ее люблю. Вот, он там совершил какой-то поступок, он его вспомнил очень о нем, как бы переживал. Я понимаю, что я остановить этого ребенка не могу, то есть он, все, он вошел в такое состояние, что вот ему надо... Состояние истерики, да? Да, более чем, потому что он бился головой об стены, и охрана пыталась зайти, я говорю, подождите, здесь идет процесс, что-то надо пока сделать паузу. По-другому, да? Какие-то я пыталась предпринять какие-то слова, что-то, ну, был крик, мат, меня выгонял. Я понимаю, что я же не могу уйти, я же сестра милосердия, я же патронажная сестра, я же не могу уйти, бросить в таком состоянии ребенка, какой бы он ни был, да, что бы он мне ни говорил, но он ребенок. Я опустилась на кровать и стала молиться про себя. Тихонечко, не слышно? Тихонечко, про себя, он даже не слышал молитвы, это просто... Я не помню, редко бывает, что вот, ну, мы говорим, мы молимся, да, но не всегда бывает такая молитва, что ты вот прям, ты чувствуешь, что ты вот прям с Богом. Богу в уши. Да, Богу в уши. И тут, видимо, вот оно так и было, и тут стук в окно. Оказывается, пришла его мама. История была такая, что его забрали от мамы, и его каждый день кормили завтраками, что завтра-завтра мы сообщим, а так как у нас все это долго, у нас бюрократия, пока сообщат в один опорный пункт, в другой третий, пятый, пока найдут маму. Ну, и это длилось неделями, и он плакал, и он там пытался как-то сестер, видно, попросить, чтобы как-то связались, ну, где же они найдут маму-то, по фамилии, имени, не найдешь в Москве. Вот, и когда он мне стал говорить, что вот, мне все врут, все обманывают, никому верить нельзя, вы взрослые, вы вот такие вот нехорошие все. И я говорю, ну, подожди, она придет, ну, подожди, она придет. На все это я слышала только... Нецензурную броню. Да, и тут стук в окно, и он видел маму, и он расплакался, и он побежал к маме, и я молча вышла из бокса, пошла, раздала всем гостинцы, возвращаясь, и он извинился. Потому что я проходила, он увидел меня, и подбежал к окну, и стучит. Я подошла, он говорит, простите, для ребенка... За такое короткое время принять, понять и сделать. И сказать, простите, то есть подростки для них, чем старше, тем труднее же извиняться, а чем мы взрослеем, нам тоже труднее извиняться. И тут он понял. А потом в следующее воскресенье я пришла, опять был контакт, и он говорит, а что вы сделали? Я знаю, что это вы сделали, что вы сделали? Я говорю, ничего, я просто сказала, Господи, помилуй, Господи, помоги. А научите меня этой молитве. Вот я ему написала два слова, Господи, помилуй. Так мы расстались с этим молодым человеком. Удивительная история. Ну, я знаю, что в вашем случае много вообще таких историй. Наверное, каждый ребенок, каждый день, каждый бокс – это отдельно своя какая-то история. Вот с этими историями какая у вас получается жизненная ситуация? Часто ли приходится вам их рассказывать? Где-то эти истории уместны ли? То есть как-то можно через вот такие истории объяснить людям, что им нужно открыть глаза? Ну, я хочу сказать, что через вот эти истории, которые написаны у нас на сайте, когда человек приходит, приходишь поздно, в 11-12 часов ночи из больницы, а у тебя… Эмоции выплескивают. Да, у тебя от избытка устах говорят, и ты садишься, начинаешь там писать, понятно, что там через слово пятое, через десятое, чтобы вот это вот запечатлеть. Потом они выходят в свет на сайт. У меня даже была когда-то мысль, напечатать какую-то там брошюру, книгу с этими историями, чтобы она была не толстая, а выбрать какие-то, чтобы людям… Яркие истории. Яркие истории. И раздать их людям. Раздать их людям, да. Может быть, когда-нибудь вы исполните эту мечту. Может быть. У нас в гостях в программе «Жажда жизни» уже была одна сестра Милосердия из вашей патронажной службы. Вот ее история. Я каждый день благодарю Господа за то, что стала мамой, что мой маленький, но очень смышленый и самостоятельный сынок каждую минутку дарит мне свою любовь. И этот солнечный мальчик по-настоящему умеет радоваться сам и радовать других. Я знаю, что Томаш Феодор в крещении, а теперь и в жизни, для многих в Тушинской больнице был солнышком. С ним любили заниматься все сестры Милосердия, и каждая вложила в него частичку своей любви и веры. Спасибо Господи за все. Я помню то чудо, которое произошло в минуту, когда я увидела маленького и смуглого мальчишку с улыбающимися черными глазами. Тогда я обняла его и подумала, это мой родной мальчик. И вот мы вместе уже почти полгода, и я каждый день слышу такие слова. «Мама, я тебя люблю, я твоя радость». Федя – богатырь, мама – чудо-чудо. «Господь доверил мне самые главные и ценные дары, и я счастлива, что моя жизнь изменилась именно так». И это Елена Любовина, патронажная сестра, которая взяла под опеку мальчика Федю в 7-й детской больнице в Тушино. Наташа, как вы думаете, это чудо? Чудо. Конечно, чудо. Такие истории редкие. Сказать, что редкие нет у нас. 47 патронажных сестер за 10 лет существования сестричества. Класс 47, по-моему, или 48, сестер взяли под опеку, удочерили мальчиков, девочек. Конечно, это чудо, когда приходит тебе такое осознание, ты решаешься на этот шаг. Тут не каждый родит в обеспеченной семье, решается. Видишь ли свой эгоизм и подвинуться, это же трудно ради. Трудно. Двигаешься, когда дети появляются, ты двигаешься. Это трудно. Кроме того, что это ребёнок из больницы, это ребёнок чужой. Какая бы у него история ни была, тем не менее, он всё равно... Это непростое решение. Как принимается это решение? Я не просто так задаю вам эти вопросы. Более того, не просто того, что там судьба родителей, а ещё у нас общественность влияет, огромную роль начинает. Тебе говорят, а там генетика, там ещё там что-то. Вот это ни в коем случае, он будет пить, вот тут свои дети-то предают, а другие, чужие, так тем более. Да, это трудно, это надо выносить, это чувство. Как ты 9 месяцев выносишь ребёнка в своём животике? Вот ты вот в сердце, так же выношиваешь эту мысль, у тебя рождается ребёнок. Можно сказать, вот так он тебе рождается. Так, во всяком случае, у меня произошло. Я думаю, что так и уже... Расскажите вашу историю, я подвожу всё время к этому. Вы тоже одна из тех 47, которых вы упомянули, кто через патронажную службу пришли к этому решению. Правильно я понимаю? Да. Как это происходило с вами? Как эта метаморфоза внутри созревала? Что вами двигало? Первая такая человеческая мысль, страх, чтобы ребёнок не попал в детский дом. Это девочка Наташа, которая у нас была в больнице. Она у нас прожила два года в больнице. Всего различных обстоятельств, у неё не было документов, она поступила по факту как бомж. Это всё очень долго восстановить, понятие. Москва отказывается и говорит, идите в область, область говорит, идите в Москву. И вот это у нас всё очень долго длится. Когда ребёнок живёт, и он у тебя ходит, он у тебя начинает кушать, говорит такие первые слова, и он у тебя просто поселился. И ты с ним живёшь, да? Ты с ним живёшь. А потом, где-то ты понимаешь, что вот здесь однозначно ребёнок, путь его в детский дом. Если где-то хоть чуть-чуть есть какой-то малейший шанс, что у него есть возможность шаг вправо, шаг влево, вот я стала искать такой шанс для этой девочки. Вы искали ей родителей? Я искала сначала, да, сначала хотела найти её родителей, поняла, что родителей нет, тема закрыта. Потом стала искать родственников, только не в детский дом. Нашла родственников. Какое-то время там пожили, но не сложилось там. Вот. И опять вопрос в детский дом, нет. А родственники не захотели взять... Нет, они не захотели, она там пожила какое-то время. Но не очень благополучно, скажем так. То есть вы забрали её туда-обратно? Потому что вы поняли, что судьба её в этой семье? Я приехала, стала разговаривать с родственниками, говорю, понимаете, что у ребёнка в такой ситуации, нет будущего, ну бабушка, ну дедушка, ну трудно воспитать детей сейчас. Вот они когда маленькие, это им сказал, здесь сядь, сидит. А когда он становится старше и старше, у него своё мнение, личность и так далее, то бабушке с дедушкой по 70 лет воспитать ребёнка очень трудно. И дать что-то. Только если где-то в деревне, где все равны и все одинаковые. А когда у нас очень много искушений или там, не знаю, как, испытаний, особенно в городских условиях, я понимала, что ребёнок пропадёт, что всё, у неё дорога очень будет плохой, или какой-нибудь подмост куда-нибудь, на вокзал, или детский дом, или ещё что-то. И стала уговаривать, отдайте, отдайте больше. Или вот я забываю про вас, мы больше не встречаемся, не общаемся, я вычеркну, я переживу, я переплачу, перекричу. Ну вот так вот жить уже просто нельзя. Все подумали, помолились, опять же, и решили. И бабушка с дедушкой решили, что с вами этой девочке будет лучше. И таким образом родственники девочки отдали, дали своё согласие на то, чтобы вы взяли подопеку. Хотя я со своей стороны, когда я увидела, сразу хотела её забрать, но понимала, что нельзя отобрать от родного. Ну неправильно, да. Но вдруг ей в родной будет в семье лучше, если есть родственники, когда их нет, понятно, что всё, тема закрыта. Когда есть, хочется дать шанс. А вдруг будет лучше, чтобы она чувствовала себя увереннее в жизни. Ну не получилось. И что было дальше? Вы добились, вам отдали, вы оформили, забрали домой. Как строились отношения? Очень сложно. При том, что изначально девочка говорила, ну когда ты меня заберёшь, я так тебя люблю, я хочу к тебе. Это она в больнице, и у бабушки с дедушкой так говорили. Да, 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 да. Я хочу жить с тобой, я хочу оставить. Или когда там забираешь, на неделю, на время отпуска к себе. То потом, когда мы стали жить, то всё поменялось. И как она стала с вами вести? Ну, всё воспринималось в штыки. А сколько ей было лет на тот момент? Семь лет. То есть вы усыновили, да? Удочерили. Удочерили девочку, ей было семь лет. Да. И вот в семь лет она начала проявлять характер. Причём сразу. Но дети же не понимают, что ты хочешь лучше. Зачем? Мне было там хорошо. Я старую до ночи смотрю мультики, ем конфеты. А тут вдруг уроки. А тут вдруг сразу 28 августа забрали через три дня в школу. И началось. Утром вставай, формативай в школу. Зачем? Зачем уроки? Я не хочу писать эти крючки. Отстаньте на меня. Я хочу к бабушке с дедушкой. Конечно, очень трудно. Конечно, это было... Если бы это было в пять лет, я думаю, что было бы проще. Если бы это было в восемь месяцев, было бы ещё гораздо проще. Ну, то есть нет вот этой грани, границы. Но зато сейчас... Чаще же маленьких забирают. Чаще. Да. То есть деткам, которым вот шесть, семь, а уж тем более 12-13 лет, это уже у них крест на них стоит. Ну, это надо быть каким-то... Либо это надо быть какой-то большой многодетной семьёй, что вот ты не заметишь, возьмёшь, да. Но вообще, в принципе, если ребёнок поживёт до пяти лет в наших заведениях, то его практически невозможно исправить ни в чём. Личность формируется до семи лет. И очень важно, чтобы в момент формирования личности ребёнок знал все возможные грани этого существования. И доброту, и тепло, и материнскую любовь, и заботу, и не только систему, да. Вот это очень сильно влияет. В вашем случае девочка была долго в больнице. Потом она какое-то небольшое, непродолжительное время прожила у своих родных бабушки и дедушки. И в семь лет получилось, что вы её удочерили. И как вы вот справлялись с этим гормональным, с этим перестройкой личности, с этими сложностями, которые были? Вам помогал кто-то? Мне помогал мой нынешний муж в этом с советами. Потому что когда ты в каше, то тебя затягивает. Ты не видишь уже, где зёрна, где плевел, где куда, что делать. А когда со стороны оцениваешь ситуацию, и он оценивал ситуацию. Именно со стороны, да? Да, со стороны он помогал. Потому что я тогда была не замужем, и я взяла девочку. Не знаю, на что я рассчитывала. Честно, вот просто не знаю, что берёшь. Думаешь, ну вот как говорят, ну вот Господь поможет. А поможет или не поможет, вот не знаешь. Ну вот Господь помог. Как-то вот на самом деле так и есть. Потому что у тебя работа, тебе надо работать, тебе надо зарабатывать деньги, тебе надо воспитывать ребёнка, тебе надо с ней делать уроки, тебе всё надо. Всё надо, всё надо успеть. Господь помог Наталье взять девочку из системного учреждения. И о том, что происходило с Натальей, дальше мы узнаем через мгновение. Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и гости программы «Жажда жизни» Наталья Власик. Её жизнь сложилась не так, как у всех. Но несмотря на личностные и карьерные успехи, на размеренную и обычную жизнь до, в общем, Наташа почувствовала потребность быть нужной кому-то другому. И реализовала эту потребность. И Бог помог. Вот то, на чём мы остановились в прежней части программы, и то, о чём мы поговорили. Как строились отношения с дочкой? Как вы переживали эти конфликтные ситуации? Вы сказали, что будущий на тот момент муж, теперешний ваш супруг, очень поддерживал и со стороны направлял вас, помогал вам выстраивать. Он поддерживал изначально с вот этой мыслью у дочерей, хотя у нас не было отношений, но был знакомый, которым я могла посоветоваться, как быть, а что делать. Вот у меня такая проблема. Он говорит, конечно, бери. Я говорю, бери. Без разговоров, но надо, всё, человек в трудной ситуации, надо брать. Вот. И всё. Вот мы взяли, мы взяли, взяли ребёночка, вот эту Наташу. Было, конечно, трудно. Было очень трудно. Ну вот вы взяли её в 7 лет, и началась школа. И вот эти вот обычные маминые требования, когда нужно учиться, нужно работать на будущее, нужно строить свою жизнь уже сейчас, потому что потом будет поздно. Вот она воспринимала это всё штыки. Как вам удалось изменить её ситуацию? Что помогло? Я хочу ещё сказать, что кроме того, что требования есть определённые в семье, ведь дети, которые поступают, приходят в семью, да, как удочерённые, усыновлённые и так далее, они же не готовы к этому. Они вообще, в принципе, не готовы. Никто ничего вообще не объяснял. То есть он попадает в школьную среду, он не знает, да, он же не зашёл в дом и сказал, мама, папа, это же тоже должно прийти. Так же, как и я, не сразу могла сказать, дочка, хотя она меня просто требовала. Почему? Не называй меня Наташей, называй меня дочкой. А я ещё сама не мама так вот, да, ещё не поняла. То есть вот мы живём и живём, я вот делаю тупо ту работу, которую я должна делать, вот я должна, вот от и до, по пунктам не делаю. Накормить, одеть, отвезти, привезти. От меня уже чего-то требуют, и когда она ко мне Наташа, я к ней Наташа по имени, то в школе стали задавать ребёнку вопрос, а почему ты маму называешь Наташей, а что она скажет, да? Никто не был к этому готов, вот так, по большому счёту, никто нас не готовил, никакие курсы мы не проходили. Никто не объяснял, как всё вести. Никто не объяснял. Это всё закончится, вот появится моя добрая мама, и вот, да, и всё изменится, и всё вот это уйдёт. И однажды позвонила бабушка, и говорит, мама умерла, как вы с этой тёте приехать или нет? Всё, она нашлась. Мы, конечно, я понимала, что будет больно. Я знала, что ей будет больно, но я подумала, что она должна увидеть и проститься. Но ведь сложно принять решение разрушить детскую мечту. Для чего вы решили это сделать? Ну, надо же, для того, чтобы сохранить целый организм, мы же должны что-то отрезать какое-то, да, чтобы дальше... В данном случае, по аналогии, можно сказать, что вот это желание видеть и чувствовать рядом маму у девочки воспринималось как фантом, как фантомная боль, да? И её надо было отсечь. Вы приехали на похороны, и девочка увидела свою маму. Да. Она простилась с ней. Да. Что после этого произошло? У неё был в душе шок. Ну, не знаю, траур, наверное, как-то громко будет сказан для неё, но она... Но она переживала. Надо дать ей должное, она тихо это переживала. Она занималась горными лыжами, она уезжала, и она кататься сама, я одна буду кататься. Вот она одна катается, я сижу в машине, я жду. Она тем временем сочиняет ей песни и стихи. Я подхожу, она напевает что-то, я говорю, а это мама меня услышит, я ей песни пою. А потом в какой-то момент это рассеялось, ушло. Всё, закончились песни, стихи, всё закончилось. Или она нашла в себе силы, но всё изменилось. Изменились отношения, всё изменилось. Она стала добрее к вам? Она стала добрее, она стала послушной, она стала... Она как-то развернулась ко мне просто лицом, и всё. Вот если она была либо полубоком, да, вот воспринимала меня как врага. Какую-то тётю, которая меня... Да, как же мне всё было хорошо. Я говорю, ты же просила, ты же хотела. А нет, а теперь... А ну это же не так, как оно было раньше. То есть одно дело жить, другое дело в гости приезжать. Это же разное. Конечно. Так же, как и встречаться, и замуж выходить и жить. Тоже разное. Да, это правда. И в результате вот у вас выстроились нормальные отношения дочки и мамы. Выстроились. С тех пор, как... Через какой промежуток времени она произнесла слово «мама»? Через месяц. Через месяц после смерти натуральной мамы? Да, да. Как происходили отношения дальше? Вот вы выстроили, вы преодолели вот эту тяжёлую, перевернули это или подняли этот тяжёлый камень с дороги? Дальше ей захотелось папу. Ей захотелось папу, да. Очень интересно. Я понимаю, что у меня никого нет на горизонте. Потенциально по папе, да. Где мне папу-то взять? У всех есть папы. Начались истерики. Я хочу папу. Вот смотри, всех в школу привозят папы. А ты меня вот мама привозит. Говорит, да неправда. Смотри, там начинаю перечислять и там, и там. Да неправда. А она видит, вот у неё вот чего не хватает. Хочу папу. Говорю, ну, Наташа, давай мы про это не будем. Хочешь, можем пойдём в храм помолимся? Да, Господь. Хорошо. Нет, ну, значит. Хотя я для себя понимала, что... Если я там до 30 лет не вышла замуж... Свободной женщиной. Свободной женщиной. То с ребёнком. Приёмным. Да, причём у меня как бы до этого был молодой человек, и мы встречались, и я сказала, что вот, ну, вот, там, девочка Наташа, мне как-то вот очень бы... Вот я бы её... И он своё выказал фе. И я поняла, что когда я уже подписывала все бумаги, и мне передавали ребёнка, я понимала, что в моём будущем... С тем человеком уже не построили. Не только с тем, я вообще понимала, что всё. И мама мне говорила, что ты делаешь? Что ты делаешь? Все были, вот все, все, вот, все были против. Все говорят, что ты делаешь? Ты же никогда не выйдешь замуж, ты никогда не будешь своих детей. Я говорю, я её люблю как свою родную. Мне больше никто не нужен. Я буду жить, да, вот буду ради неё жить, потому что она одинока, она бедная, она несчастная. Я ей нужна, я сделаю хоть что-то в жизни. Может, я умру через 10 лет, но я хоть что-то сделаю, хоть какую-то искорку оставлю ей. Тем не менее, когда вы, когда девочке было 7 лет, принимали решение окончательное об её удочерении, с вами был рядом мужчина, который поддерживал, помогал, подсказывал, в конце концов и сказал вам, да, бери, о чём ты думаешь. Да, да, да. Что было с этим мужчиной дальше? А дальше он, мы поженились. Вот так. Он сделал предложение через год или полтора, что-то что-то... То есть я хочу уточнить, вот это ваша ситуация, то, что вы взяли приёмного ребёнка, то, что вы были не замужем при этом, то, что вы выстраивали свои отношения в своей жизни так, что уже они не были направлены ни на мужчину, ни на себя саму, они были направлены на то, чтобы помогать этой девочке. Ни времени не было, не выйти ни в кино, ни в театр, ни в кафе. И тем детям, которые... Нет, к детям вы продолжали ходить. В 7-й Тушинской больнице. Да, продолжала ходить пока. И к тем старикам, которые в доме ветерана. Это было каким-то очень важным для Наташи. Вы вместе ходили? Нет, она была дома с бабушкой, я ходила и всё время приносила ей... Ну, я рассказывала детям, что вот у меня девочка. То есть я им рассказывала свою историю. А ей рассказывала историю этих детей. Да, и она всё время, мама, ну расскажи мне. Это были как сказки на ночь, какую-нибудь историю девочки, мальчика, как он попал, а что. И вот она потом там готовила что-то там мне передать им, каких-то конфет своих любимых. Причём мы не балуем конфетами, потому что в силу здоровья. Вот, и она, дай туда вот и пойдёшь. Вот та девочка, которая мне передала вот тот рисунок, вот ты вот ей дай. То есть через вас выстраивалась коммуникация? А мужчина, который поддерживал вас, как он всё это воспринимал? Как он к этому относился? И когда уже вы поженились, как строились ваши отношения в семье? Ой, он такой сдержанный, был всегда в отношениях и в чувствах, что он никогда не проявлял, хорошо я делаю или плохо. И у меня стало ощущение было, что я всегда всё делаю плохо, всё делаю не так. Потому что он ничего не говорит. Он не говорит, о, какая ты молодец, я восхищаюсь, или ещё что-то. Нет. А как с Наташей, с маленькой Наташей? Вот, он иногда приезжал в гости и с ней гулял. Когда, например, я в больницу уходила, он там мог с ней пойти в парк погулять. Вот, и она мне как-то сказала, а вот я бы хотела, чтобы Денис был моим папой. Я говорю, ну, хоти. Я бы тоже хотела. Я бы, может быть, тоже хотела, но это уже без шанса, без вариантов. Ему 10 лет знакомы, и до сих пор ничего не было, и уже тем больше сейчас ничего не будет. Всё. И что изменилось? А не знаю, через полтора года почему-то мы поженились. Сделала предложение, и... Причём она участвовала в этом, и как-то она по-своему, по-детски подталкивала. Как-то нашла какие-то... Дениса. Да, он пришёл в гости, она нашла какие-то кольца. Мама, мама, смотри. Просто какую-то сценку сыграла, подходит, и как будто бы у меня просит руки. То есть это была какая-то такая нелепость, он был в шоке. Они понимают, что здесь происходит, меня женят. Я думаю, ну, всё сейчас вообще сбежит. И больше никогда не появится. Тем не менее, он остался, сделал вам предложение, вы поженились, и теперь вашей семье четверо. Да, четверо. Более того, когда мы женились, у нас был большой вопрос по поводу, будут ли у нас ещё дети. Вот, в силу, опять же, здоровья. То есть я была уверена, что, ой, ну точно не будет ли это, надо будет пройти такой пульс с врачами, с какими-то обследованиями, с какими-то... Сложностями, да? А я так раз, и через полтора месяца, и мы уже ждём ребёнка. И опять я говорю, да не может быть, я долго не верю, да не может быть, я не должна так быстро забеременеть. Это просто, это против природы, против всего-всего-всего. Против диагноза, да? Против всего просто. И тем не менее, это случилось. И у вас родился сын? Да. Мои поздравления. Спасибо. Как живёте сейчас? Очень хорошо. Какая ваша семья? Очень хорошо, нас все пугали, что вы понимаете, что у ребёнка стресс, появился мужчина. Ну да, ну трудно, да, ну понятно, что много чего поменялось. Ой, смотрите, дети сейчас такие все злые, все нехорошие. Она будет ревновать, она будет завидовать, она будет... Меня пугали так, что я... Боялась сама больше, наверное, чем маленькая Наташа. Да, 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 я боялась, что она подойдёт, что она... Что-то плохо ему сделает. Что-то сделает плохо. Ох, а вдруг она правда будет завидовать, вдруг она будет ревновать. Но она так его полюбила, что даже иногда Андрюша что-то сделает. Я говорю, Андрюша, я сейчас тебе... Ну-ка, снимай штаны сейчас попу тебе. А она защищает. Она, мама, ты что? На, лучше меня. На, лучше... На, меня бей, только Андрюшу не бей. Она так его полюбила. Для меня это такое вот просто чудо. Открытие. Да, я говорю, Наташа, откуда в тебе такая любовь? Откуда в тебе такая любовь к ребёнку? Ну, и она мне рассказывает, что вот когда она жила в своей семье, вот у неё была там старшая сестра, какие были взаимоотношения. Она говорит, я это запомнила на всю жизнь. Я так, как она со мной делала, я так никогда делать не буду. То есть вот это детская память, да? Я думала, знаете, как это в армии, меня бьют, а потом я, а потом... Я вот думала, что примерно будет так же, что её обижали в семье, и она будет вот просто зеркалом. Нет, не так. Если ребёнка поместить в другую среду, если его окружит любовью... Вот я могу передать свой опыт, что вот... Да, личный. Личный опыт, что ребёнок радуется, что он... что настолько любит его, она готова... Ну всё, вот, ну я даже передать не могу, все удивляются. Ну как она, как же она любит его, ну как же она любит. Никто не скажет, что они не родные по взаимоотношениям. Наташа, а вот вы сейчас испытываете, вы сейчас с малышом дома и не ходите в больницу в патронаж. Вы испытываете потребность вернуться туда? Вот это какая-то уже зависимость? Вы уже сделали одного ребёнка счастливым и продолжаете делать это каждый день. Вы родили своего ребёнка, вы создали семью, и вся ваша история, она насколько уникальна, и настолько является хорошим примером, что хочется повторить. Но тем не менее, у вас остаётся ещё чувство? Наверное, мало. Остаётся и более, чем остаётся. Я хочу сказать, что с появлением, когда становишься мамой физически, то внутри, в отношении к этим детям... Раскрываются другие чувства? Другие чувства. И какая-то боль такая просто необъяснимая. И каждый раз, когда мы с Денисом вспоминаем, или я пролистываю фотографии из больницы, невозможно не плакать. Не потому, что я слабый человек. Сентиментально, да. Нет, после 8 лет больницы не будешь сентиментальным. Я точно вам говорю. То есть что-то очень... Мозоли какие-то появляются. Грубеет кожу, да. Вот просто открытая рана и боль. И, ну да, ну возможно, может быть и сделали одного человека счастливым. Но всё время есть ощущение, что... Но можно и дальше. День прожить зря, нет. Я вам скажу. Потому что, когда я ходила в больницу, я чётко знала, что каждый день это рутина, суета, работа, туда-сюда, метро. Два часа туда, два часа обратно. А тогда вы работали в хорошей компании. Очень хорошей. В Газпроме. Да. На высокой должности. И у вас всё было. Всё было. И всё было хорошо. Всё было хорошо. Есть работа, есть компания, есть людей. Но не хватает. Нет чувства, нет, не хватает. Но, тем не менее, вы ходили в эту больницу и помогали детям. И когда я стала ходить в больницу, после третьего-четвёртого раза, когда ты имеешь что с чем сравнить, ты понимаешь, что вот этот день у меня прожит не зря. Вот я этот день прожила. А всё остальное просуществовало, проела, пропила, проездила, проработала, там, не знаю, что-то, что-то вот так. Вот можно так расценить вашу историю, что ваше искреннее благодействие помогло вам, собственно говоря, построить свою личную, семейную, счастливую жизнь? Да. Да, так и есть. Много женщин, много мужчин страдают от того, что не могут найти себе половину, не могут создать семью, выстроить отношения, и всё концентрируется на собственное эго. Здесь, развернувшись в чужую сторону, начав делать что-то для других и забыв себя, в общем-то уже из вашего рассказа, я понимаю, что вы поставили на себе некий крест, свой личностный, свой понятийный крест, да? Тем не менее, вы получили всё то, к чему стремились до 30 лет и не могли это взять. Надо делать? Что можете посоветовать нашим слушателям? Посоветовать? У нас такая сторона, что все советуют. Очень хочется сильно пожелать, вот прям вот прям сильно-сильно хочется пожелать от всей души, с его сердца, держать мысль в голове, что вот надо прожить так, чтобы день был прожит не зря. Понимаете? Я вам расскажу одну историю. Не в честь, не в хвалу себе. Не обязательно ходить в больницу. Нет времени, нету там чего-то, чего-то, разные ситуации. Еду, пробка, стоит человек, пожилой идёт. Поздно, ночь, не ночь, а зима, холодно. Узкая улочка, пробка. Я куда-то сильно торопилась на какую-то встречу. Вижу человек с палочкой, ему становится плохо, он прислоняется к стене дома. Я забыла всё, я бросила сумку с документами, ключи. Всё в машине. Я всё бросаю, выбегаю ему помочь. И? Какие-то молодые люди помогли, они затащили его в машину. Он умер. Он умер у меня в машине. Мы не успели помочь. Было много разборок. Приехала милиция. Труп у вас в машине. Мы сейчас вас тут пугали, пугали и так далее. Откуда, почему? Тут не можешь объяснить. У тебя человек умер. Там руки дрожат, ноги дрожат. Вообще прийти в себя не можешь. Я думаю, не понимаю, зачем всё это? Я везде там в объяснениях, в объяснительных это было до среди ночи, до утра. Писала свои контактные телефоны. Прошло неделю или сколько. Мне звонят его родственники. Просто расскажите, как он умер? Это же важно. Вот я так представляю, что у меня мама идёт и мне сообщает, что она умерла. А я даже не знаю, как она умерла. Что? Понимаете? Я вот думаю, я вот прожила этот день, я что-то сделала, я опять же мужик, уже сейчас мужу, я не понимаю, зачем мне это? Мне же это дано было, эта ситуация. Я ничего не сделала, я ничего не помогла, я не спасла его, я не сделала искусственное дыхание, я ничего не сделала. Понимаешь, он умер у меня в машине. Зачем всё это было? Для чего? Зачем я остановилась? Мне надо было проехать, меня там машины обсвистали чуть. Потому что перегородило всё движение. Вот всего лишь, видите, как. Наташа, это подвиг? Помогать людям? Нет, это не подвиг. Не хочу говорить подвиг. Это просто труд, который надо делать каждый день. Стараться что-то увидеть, чтобы не прожить, вот не проесть хлеб, понимаете? Вот не прожить так, что ты проел хлеб, а что ты сегодня сделал? Ну, сходил на работу, заработал несколько сотен чего-то там, единиц. Встретался с красивой женщиной, выпил хорошего, дорогого виски. Всё, твоя жизнь прошла. Это каждый день, а вспомнить нечего. За ними ничего, за этими днями ничего нет, пустота. Понимаете, вспомни даже, даже про красивых женщин дорогое виски можно поговорить. А можно жить по-другому. И читать вот такие прекрасные истории, где ты оставил след в душе этого ребёнка, как стук в окно, да? Я уверена, что, я больше чем уверена, что он помнит эту историю, и он помнит эту молитву, но просто по-другому она не может быть. Просто не может быть. И открыть глаза вокруг. Спасибо, Наташа. Наталья Власик и её удивительная история.